В Перми состоялся крупный всероссийский турнир по художественной гимнастике «Огни при камне-2010». География соревнований обширна. Награды оспаривали представители самых разных городов, от Сургута до Санкт-Петербурга. Нам очень приятно, что этот турнир становится все более популярным, потому что если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году к нам приехало 90 участниц, в этом году уже более 200. В течение двух дней было разыграно 9 комплектов наград. Конкуренция за призовые места получилась очень серьезной. Впрочем, гимнастки пермских школ подготовились к турниру очень серьезно. И с первых выступлений стало ясно, что именно они входят в число фаворитов. Очень хорошо. Молодцы. Дети наши просто молодцы. Вот уже 2001 год очень себя хорошо показали. Девочки сейчас. Две девочки наши лидируют. В 2003 году Милана Гараева заняла второе место. Будем ждать и от девочек постарше таких же хороших результатов. В общей сложности пермским спортсменкам удалось завоевать 15 наград. По пять медалей каждого достоинства. В групповых упражнениях за пределы пермского окрая отправилось всего одно золото из пяти. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. В среду в Перми пройдет вечер большого гандбола. Манеж «Спартак» примет очередной матч в Суперлиге. В гостях у пермских «Медведей» побывает подмосковный коллектив «РГУФК «Чеховские медведи». Это дублирующий состав флагмана российского гандбола, составленный из молодых и перспективных игроков. Там играют молодые игроки в уровне молодежной и юниорской сборной России. В прошлом году мы у них две игры выиграли в чемпионате России. Сегодня они занимают десятое место, имеют два очка. Но я скажу, что команда молодая, но очень такая амбициозная. С ними не просто играть, и все игры, которые они даже проиграли в этом году, там они проиграли с небольшой разницей мячей. Поэтому, представьте, непростая игра, серьезно мы настраиваем ребят. Если чеховский коллектив занимает десятое место в Суперлиге, то пермяки идут шестыми. Впрочем, такой расклад тренерский штаб не устраивает. Наставники считают, что команде по силам забраться повыше. «Нет предела совершенства. Мы должны залезть так высоко, как это возможно. То есть, как бы, те задачи, которые для нас определены, это все понятно. Но мы для себя, как каждый спортсмен, еще раз, как бы всегда я об этом говорю, да каждый спортсмен должен составить максимальную задачу. И, соответственно, для нас это тоже важно. Тем более, после последней игры, которую мы сыграли в ничью, соответственно, нам нужна какая-то, вот именно в этой игре, наверное, реабилитация». Матч между пермскими «Медведями» и командой «РГУФ» «Чеховские медведи» состоится в среду, 3 ноября, в Манеже «Спартак». Начало игры в 19 часов.